Всем привет! Мы на канале Кулинарная Семья! И что наша кулинарная семья сегодня делает? Мы будем сегодня солить сало! Да, мы сегодня солим сало. Вот такое вот у нас оно красивое, с прослойкой. Солить мы будем в два этапа. И сейчас мы все расскажем подробно. Это очень просто, легко, так что никуда не уходите, смотрите внимательно. Итак, нам понадобится сало вот такое с прослойкой. У нас здесь где-то килограмма три. Еще нам понадобятся специи. Куркума, кориандр, паприка простая, паприка копченая, чеснок, смесь пятиперцев, кавказские травы, соевый соус и, конечно же, соль. Сало, чтобы хорошо просолилось, мы его разрежем на кусочки. Какое оно красивое! Какая прослочка красивая! В первом этапе засолки сала мы используем только соль. Хорошо обмазываем. Вот таким образом. Со всех сторон хорошо натираем. Сало возьмет соль столько, сколько ему нужно. Оно не будет пересоленное. Со всех сторон хорошо натерли. И кладем шкуркой вниз. И так все кусочки. Сало натерли солью со всех сторон. Уложили. Теперь все закрываем пищевой пленкой и убираем при комнатной температуре на сутки. Потом также еще раз сутки, только уже в холодильнике. И так, это вот двое суток у нас сало находится в соли. Потом мы будем его обмазывать всякими спицы. Плотно накрываем. И храним сутки при комнатной температуре. Ну что, вот что у нас произошло после двух суток просаливания сала. В сутки сало у нас стояло при комнатной температуре. Даже чуть-чуть больше. И потом мы убрали на сутки. Получилось два с половиной суток у нас сало лежало в соли. В общем, полторы суток лежало в комнатной температуре. И сутки в холодильнике. Сейчас мы его достали. Что у нас не произошло. Соль растаяла. Вот такой вот рассол пустила. Сейчас мы лишнюю соль оботрем бумажным полотенцем. И будем готовить смесь из приправ, чеснока. В общем, ароматную смесь. Такую, чтобы наше сало было не только просолено, но еще и ароматным, и очень вкусным. И пахло всякими специями. Ну что, начнем? Так как сало пустило рассол из-за соли, мы его промакиваем. Стряхиваем соль и промакиваем бумажным полотенцем. Чтоб не было жидкости. Сало обмакнули. И сейчас будем готовить смесь. Натираем чеснок. Я через терку. Получается, она не сильно мелкая. Можно через чеснокодавку. Натерла я одну головку чеснока. Ну, среднего размера. Теперь добавляю 2 чайные ложки трав. Может быть, это быть и кавказские травы, и прованские травы. Какие вам нравятся. Это душистые травки. Они очень хорошо сочетаются с чесночком и всеми другими травками. И сало будет очень ароматное. Теперь 2 чайные ложки кориандра. Без горки. Паприки у нас 2 вида. Я добавляю чайную ложку копченой паприки и чайную ложку обычной. Обычная молотая паприка. Чайная ложка. И добавляю чайную ложку куркумы. Ну, где-то так вот с горкой. Еще добавляем лаврового листа. Ну, где-то штучки 3-4. Мы его так расламываем. И еще добавляем чайную ложку молотого перца. И теперь добавляю соевый соус. И делаю консистенцию такую, чтобы была как кажется. Ну, где-то ложечек 6 чайных. И все хорошо перемешиваем. Теперь я беру кусочек. И каждый кусочек я со всех сторон хорошо обмазываю этой ароматной смесью из специй и чеснока. После того, как мы обмазали кусочек, мы каждый кусочек будем оборачивать в пищевую пленку. Вот такие у нас брикетики получаются. И мы отправляем еще на 4 дня четверо суток еще в холодильнике пропитываться этой ароматной смесью из специй. Ну что, настал четвертый день просолки нашего сала. Мы его солили в 2 этапа. Сначала мы посолили солью 2 суток расстояло, потом пряными травами и стояло еще четверо суток. Вот мы его достали. Сейчас мы его развернем, разрежем. Покажем, как оно просолилось, какое оно ароматное и пряное. Ну что, поехали? Да. Оно очень вкусно пахнет. Сейчас мы разрежем. Вот такое вот оно красивое внутри. Мясо поменяло цвет. Сейчас мы отрежем. Вот такое вот оно красивое прослоечка такая. Оно очень-очень приятно пахнет специями, чесночком. Ах, слюнки текут. Кто любит пряное сало, ставьте лайки. Когда же мы это будем попробовать? Посмотрите, какое оно красивое. Я люблю сало нарезать вот такими тоненькими полосочками. и кушать с черным хлебушком. Ммм, вкусно. Скорее хочется съесть. Поскорее хочется. Так, мы решили продегустировать мясо, сало вместе с мясом. С такой прослоечкой красивой очень приятно просолилось. Оно не пересоленное, оно не жесткое, оно не сухое, оно очень приятное на вкус. Оно мягкое, оно жуется, оно приятное. Даже шкурка вот, которая здесь находится, она кусается приятно и мягко. Как видите, даже деткам нравится. Но мы не будем много кушать, достаточного. Но сало получилось просто потрясающе вкусно. Обязательно попробуйте этот рецепт. Он достаточно простой, но очень классно получается. Кто любит, еще раз повторюсь, пряное сало, ставьте лайки, пробуйте готовить этот рецепт, делитесь своими рецептами, пишите, что у вас получилось. Ну, а мы прощаемся. Всем приятного, приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok